Армянское союзничество в отношении России неискреннее. Армении нужен просто любой сильный игрок, который бы поддерживал оккупацию азербайджанских территорий. Об этом телеграм-каналу Красный Мозд заявил заместитель генерального директора Федерального информационно-аналитического агентства «Вестник» Кавказа Андрей Петров. Если начинать исторически, то в 90-е годы до факта у России не было никакой четко артикулированной политики, как внутренней, так и внешней. Это вылилось в то, что все 90-е годы Россия практически никак не занималась конфликтом, им занималась армянская диаспора в России, которая всеми возможными путями поддерживала оккупацию, поставляла туда боевую технику. Известное дело генерала Рохлина, который раскрыл все эти гигантские масштабы поставок оружия из России в Армению, заявил Петров. По его словам, приход Владимира Путина в российскую власть все изменил, у России появилась внешняя политика, которую сначала сильно стимулировало вторжение США в Ирак, а затем начало цветных революций. Мы, можно сказать, реагировали на то, что нам предлагал Запад, агрессивно защищаясь от него. И тогда появилась реальная необходимость в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. На мой взгляд, Россия, конечно, могла бы быть более активна в давлении на Армению. Я объясняю это тем, что Россия все это время очень хотела сохранить Армению. На самом деле, большой стране нужен каждый ее сосед. Это осознание довольно поздно пришло, когда мы фактически потеряли Украину, хотя там еще было сопротивление после революции вплоть до Евромайдана. Россия провела курс на сохранение как можно большего количества своих соседей, которые хотят с ней сотрудничать. С нами хотели сотрудничать и Армения, и Азербайджан, и мы, соответственно, стараемся удержать в тех границах, на которые они сами готовы пойти, пояснил эксперт. Он указал, что Баку, прежде всего, интересовало экономическое сотрудничество с Россией, лидеры Азербайджана и России смогли наладить прекрасные личные отношения. Армения решила пойти по формальному пути, потому что ничего реального она не могла предложить России, как маленькая и очень бедная страна. Но они решили по пути представления себя как партнеров России в различных интеграционных проектах. Сначала вошли в таможенный союз, в ОДКБ и, в конце концов, в ЕАЭС. Таким образом, Ереван все время давит на то, что он принципиально Москву поддерживает, и поэтому Россия должна принципиально поддерживать их, считает эксперт. По его словам, он не считает армянское союзничество с Россией действительным, так как оно совершенно неискреннее. Армении нужен просто любой сильный игрок, который поддерживал ее в плане оккупации территории Азербайджана, и, соответственно, получается, что и в планах реванши. Россия выбрала такой режим действий, в рамках которого она подчеркивает свою справедливость, что она действует по букве закона, что она не бросает друзей. Получилось, что и Армения, и Азербайджан наши друзья, только по разные стороны баррикад. Просто один действительно друг, это Азербайджан, потому что он все время демонстрировал нормальное взаимодействие, а второй формальный друг, это Армения, сказал политолог. Он предположил, что Россия в итоге оказалась в патовой ситуации, поэтому она стала предлагать каждой стороне различные сценарии, согласно которым конфликт мог бы быть урегулирован. Однако они постоянно отметались Арменией. Здесь очень важный момент, на мой взгляд, что когда война началась, Россия продемонстрировала этот справедливый подход и не стала вмешиваться на армянской стороне. Я знаю, что в Азербайджане были такие ожидания. В Армении были огромные ожидания, что Россия вмешается на армянской стороне. Однако опять же, поскольку России важны Армения и Азербайджан, то она не хочет терять ни одно сопредельное государство. Никого не хотим отдавать Западу и НАТО. Россия все это время предлагала прекратить боевые действия на условиях, которые устроят ту и другую сторону, в зависимости от того, кто будет проигрывать. В результате так и произошло. По сути дела Россия, в конечном счете, помогла и Азербайджану, и Армении заставить Ереван дойти до той ситуации, которая будет приемлема обеим сторонам. Россия помогла Азербайджану победить, а Армении выйти из этой проблемной ситуации, из которой она не могла выйти сама уже сами фактом, что она не участвовала в боевых действиях, сказал Петров.